Здесь все факты на лицо, все показано. Мы говорим все об очевидных вещах. Не понадобится верилы, не верняты. У нас тут много людей, много народов, не только крымские татары. Благодаря 17 каналу проводим секретные переговоры на весь мир. Добрый вечер, вы смотрите 17 канал. Меня зовут Жан Новосельцев, рядом со мной Леся Новосельцев. И вместе мы проведем этот телемост. Музыка нас связала. Всегда война страшна, любая кровь это страшно тяжело. В то время, когда за мирную позицию презирают, они готовы стать под удар. Беларусь, Украина, Россия. Никогда мы не будем чужими. Кто из музыкантов выступает против войны? Какие певцы не боятся, что за пацифизм их песни наступят на горло? На культурном уровне, вот пусть хоть меня убивают националисты и те и другие, это один народ. Мы молимся за вас и за себя мы молимся, потому что всем нам страшно. Смотрите в четверг на 17 канале в 19.00. Телемост «Киев-Донецк» против развязывающих войну. За что? За то, чтобы музыка нас связала. Сегодня говорить об искусстве, которое может остановить войну, к нам на телемост пришли представители совершенно разных музыкальных направлений. Но главное с единым посылом. Искусство может повлиять на ход событий и остановить кровопролитие. Итак, сейчас я представлю гостей в нашей киевской студии. Эльзара Баталова, украинская певица, актриса, телеведущая телеканала АТР. Алексей Лялин, более известный как XL Deluxe, рэпер, музыкальный продюсер. Андрей Чук, более известный как Дон Дрю, певец, композитор, битмейкер. Оксана Стебельска, солист и руководитель ансамбля «Украинские барвы». Роман Кука, музыкант группы «Украинские барвы». И Алекс Энджел, вокалист группы «Black Angels». И в Донецке на скайп-связь с нами выйдут Владимир Заводиленко, главный дирижер Донецкой государственной академической филармонии. Игорь Иванов, замдиректора Донецкого национального академического театра оперы и балета. И Николай Татаринов, вокалист рок-группы «Дебош». Здесь есть я. Добрый вечер. Я представляю самую главную часть музыкального мира зрителя и слушателя. Поэтому моя роль будет здесь в основном молчать. Да, это Яков Рогалин, врач, который, ну вот уже, наверное, ну вот он уже соведущий, наверное, может так правильнее будем называть. Потому что, да, это вот человек, который модерирует Донецкую студию. Добрый вечер еще раз всем. Мы неспроста решили провести этот телемост между представителями культуры. Ну а начнем, пожалуй, с одного важного события, которое влияет и на культуру, и на ход, наверное, войны. Недавно целая плеяда украинских исполнителей выступила с тем, чтобы избавили украинский эфир от русского продукта. На самом-то деле тут такая ситуация, что истрактовать это могут не совсем верно. Это как вот в самом начале конфликта на Востоке, вы, наверное, помните, что педалировалась очень тема по поводу запрета как такового русского языка. Многие вот именно на этом фоне как бы были недовольны. Да, здесь недостаточно, я бы сказал, внесена ясность, да, мы, наши певцы, они против русского языка как такового, или же против русского продукта, который как бы вот здесь у нас показывают, транслируют, да. Спасибо. Все волонтерские начинания, они должны быть обязательно узаконены в нормативном поле. Почему у нас получается, что волонтеры молодцы, я согласен, все правильно, да, надо защищать страну, все хорошо. Но почему это все не узаконено в нормативном поле. Давайте, смотрите, вот это, вот правда, это… У нас есть Алекс Энджел, может, он внесет ясность в этот спор. Я попробую выставить альтернативную точку зрения, я, в принципе, тоже рокер, поскольку у меня много песен на Радио Рокс много лет, да, киевском. Кстати. Но, но, дело в том, что я свое творчество создаю на английском языке, исключительно на английском языке. Поэтому, во-первых, я за мир, я за мир, в принципе, за мир, я за все национальности, я очень уважаю всех людей во всем мире, которые не агрессивны, это первое. Во-вторых, я могу сказать, что проблема таки есть украинского языка в Украине, причем в каком контексте, что часто люди, вот как оратор, забывают, что украинец – это не украинский язык, это гражданин Украины в первую очередь. То есть, если я сочиняю музыку на английском языке, то часто меня, как бы, ну, немножко, что ли, притесняют мое творчество в Украине, поэтому мое творчество гораздо проще проходит в США. Ваше творчество на английском языке притесняет в Украине? Конечно, постоянно. 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 Ваше творчество притесняется на Радио Рокс, а вы, каждый раз, притесняет на Радио Рокс. Значит, Радио Рокс – это нормальная, адекватная компания. Абсолютно. Не, ну, вот правда, я про английский язык впервые слышу, продолжаю. Да, вот интересно, послушайте. Но все же, это давно так, почему-то Украина ассоциируется только с украинским языком, творчество украинское. На самом деле, это не так. Я украинец, но я создаю творчество на английском языке исключительно, видите, то есть, у вас нет аргументов сказать, что я вот, допустим, за ту сторону телемоста или эту сторону. Я за музыку, за творчество и я за качественный шоу-бизнес. Тут постоянно разговор ведется в деструктив. Мы круче или вы круче – это неправильно. Надо изначально смотреть, кто круче на самом деле. Кто круче на самом деле – это американский шоу-бизнес. Именно американский шоу-бизнес диктует сейчас тенденции в мировой моде. Поэтому любое адекватное государство, которое хочет жить в мире, хочет жить лучше всех, залог мира – это финансовое благосостояние и отсутствие коррупции. Коррабшин – это разложение, демократия – это мир и процветание. Так вот, любое разумное хомо сапиенсов государство, оно смотрит, какая система лучше сейчас на данный момент в мире, берет все лучшее от этой системы, внедряет в свою и добивается результата. Вам еще не поступали предложения от американских продакшенов, скажите? Ну, вот видите, у меня на футболке есть разные логотипы – MTV, VEVA, ну, LA – это, кстати говоря, SNGL система. Но VEVA, MTV, у меня там везде есть клипы. А почему вы поете в Украине? Я родился в Украине, украинец, я горжусь тем, что я украинец. Я когда Next Factor пришел, я сказал, что я горжусь, что я украинец. Давайте донецк посажем. Яков, передаю вам слово, спасибо. Мы еще вернемся, мы здесь, мы вернемся. Яков. Да, да, спасибо. Да, я, кстати, только что узнал вот этого человека, который сейчас говорил, прошу прощения, что правильно… Коллега, да. Коллега, да. Видел по X-фактору ваше выступление, очень впечатлен, когда у вас этот… Кондратюк, да, по-моему, там что-то… Хотя мне очень понравилось, но вас там не пропустили. Вот, в принципе, да. Только астрофизик, не музыка вообще забывается. Конечно, больше нужно все-таки наше родное как бы пропагандировать. Я не сторонник английского языка, хотя дело вкуса. Украинский, русский… Сижу здесь, сижу здесь в студии, я понять не могу от одного. Вроде бы, тема… Музыка нас связала, да. Уже, как бы… Ну, по большому счету так, по-хорошему, откровенно говоря, там… Ну, не прилетают снаряды в Киев, прилетают снаряды в Донецк. Кто стреляет там, мы не знаем, мы не министры обороны там, не солдаты, вот, мы музыканты. Мы можем что сделать? Мы можем объединиться, сделать какой-то совместный проект. Таким образом мы покажем политикам, что нам нужен мир, потому что мы все люди… Супер! А давайте по результатам этого телемоста, смотрите, здесь есть разные направления, да, кто-то на чем-то играет, кто-то читает, у кого-то вокал. Давайте сделаем вот совместную, просто, ну вот я не знаю, отсюда пусть стартанет вот такой вот проект, да. Я Рокеру предлагаю, давай напишем совместный трек и разместим его как фит, почему нет. Отличная тема, да. А может давайте на украинском языке напишите совместный трек? А давайте на всех языках, и на английском, и на украинском. А я думаю, что на английском языке как раз объединит замечательно, ты не против? Нет, давайте, вот смотрите, они поют на русском языке, они поют на английском, но живем в Украине. Каждый на каком хочет языке, и в каком хочет стихо. Я за интернациональный язык, и мы не поссоримся, правда? Хорошо. Да. Я предлагаю тебе, давай сделаем трек. Музыкальное творчество, оно всегда было вне политики, но в принципе правильно вы все говорите. То есть можно сделать на английском, на украинском, на русском все. Мы просто можем, единственное, что мы можем сделать, показать, что мы люди творчества, мы все равно мирные люди. Можем сотрудничать. Давайте, ну скажите, вы не против того, чтобы записать совместный трек? Я после передачи, мы обменяемся, ну передадим контакты ваши, ваши, наши, вот все это сделаем. Ну как угодно. Мы можем записать кусочками, на самом деле, они запишут у себя, у себя. Да. Вот. Ну, благодарим, на самом-то деле, всех за участие. Спасибо большое, Донецк. Извините нас за эмоции, правда. Тут вот по-разному. Все мы думаем о мире, мы все друг друга любим, мы все равно. Но, любая война закончится миром, правда, еще под наши песни.